турэндуро спорт турист просто потому что я не знал что нужно купить мотоциклист здравом меня наезжать не станет тысячи тысячи раз тренер сказал нет не пойдет эти убираем покупаем такие всем привет у меня накопилось несколько идей мысли которыми хотелось бы поделиться по результатам 15 тысяч километров пройденных в этом сезоне сезон безусловно не закрывается он только открывается но и давайте немножко расскажу значит аспекты на которые неплохо было бы обратить внимание начинающему мотоциклисту сразу дисклеймер все это исключительно мое мнение оно может быть ошибочным не является истинной в последней инстанции итак первое представьте себя на мотоцикле что это за мотоцикл спортивный турэндуро спорт турист это или вообще харлей ну кастом да какой-нибудь не кастом а как оберт чоппер вот это вот все очень важно визуализировать себя на мотоцикле прям не стесняться приезжать в салоны посидеть значит ножки поставить руль покрутить если получится для того чтобы в дальнейшем выбрать собственный сценарий вы хотите мото путешествовать гонять по городу гонять на треке или просто доезжать до ближайшей кофейне и там общаться с себе подобными потому что сделав такой выбор за этом поди за этим пойдет целая цепочка событий начиная с выбора экипировки и вплоть до занятий которые вы будете дополнительно если будете конечно заниматься для того чтобы повысить свои скиллы по управлению мотоциклом что я считаю тоже крайне важная история второе после того как вы определились вы выбираете себе мотоцикл мой об этом есть у меня отдельный ролик можете посмотреть третье что важно понять прям супер важно мотошкола и сдача экзамена не равно тому что вы умеете управлять мотоциклом честно я это на своей шкуре прошел сейчас покажу ролик про мотошколу точнее про площадку да не про город по городу например есть такие правила при сдаче экзамена что держаться строго по центру полосы движения наезжая на разметку наезжая на люки в общем на все препятствия в которые мотоциклист здравом не наезжать не станет это просто как один из примеров соответственно им нужно чтобы вы отработали свой номер на площадке свой номер при сдаче в городе и все после площадки настоятельно рекомендую после экзамена либо там до экзамена либо во время подготовки взять дополнительных занятий где-нибудь нормальной мотошколе которые не готовят за ним а готовят к управлению мотоциклом в первую очередь научиться тормозить потому что простая логика мотоцикла разгоняется быстро тормозит медленно она имеет место быть какие бы крутые тормоза у мультиков не были дополнительные курсы повышают ваша уверенность в управлении но не уверенность эту бездумную что я все умею а уверенность в том что вы как минимум знаете как среагировать в той или иной ситуации потому что экзаменационная подготовка повторюсь этому вас не научит сейчас доедем спросим разрешение из дадут поснимать покажу площадку испанскую как она выглядит на и они здесь и они здесь вот так выглядит испанская мотоплощадка бесконечное количество раз нарезаешь прохождение малой змейки нарезаешь прохождение серпантина условного на скорость там тысячи тысячи раз я был у меня было 12 практических занятий и после того как я после этих 12 практических за и 12 часов говорит сейчас не в 10 автобус несет мой мотик очень поставил как ты 12 часов отъездил выезжаешь город и нихрена не умеешь просто нихрена не умеешь поэтому я говорю про мотошколы которые учат именно водить не сдавать экзамен а водить и после вот такой площадке как мы сейчас были ты выезжаешь город за тобой едет машина инструктор тебе в микрофон в коммуникатор передает команды и ты учишься ездить по городу но это тоже такая езда вот я же говорю ну ты готов к экзамену ведь по центру скорость такая-то оттормаживайся так но ночью ничего с реальными общего не имеет дальше немного расскажу про экипировку и отдельно про перчатки как ни странно это супер важная вещь оказалась как-нибудь потом наверное еще про шлем и про обувь хотя с обувью все проще там исключительно по жесткости ботинка и его комфортности на ноге но опять таки все зависит от того какой мотоцикл какой стиль вождения что вообще себе предполагаете постарайтесь не забарахлить свой гардероб лишним экипировкой лишней одежды потому что у меня были и триальные черепахи и монокостюм кожу нужны для трековой езды просто потому что я не знал что нужно купить после того как вы определитесь в каком сценарии в каком стиле вы ездите какие ваши планы на ваше моторазвитие тогда уже выбирайте экипировку это будет наверное наиболее правильный подход про важный элемент экипировки про перчатки это мои первые перчатки я покупал их себе максимально комфортными чтобы они хорошо продувались в жару чтобы не стесняли руку все классно все здорово но здесь нет слайдера и когда я поехал на тренировку на трек тренер сказал нет не пойдет эти убираем покупаем такие почему потому вот что произошло соответственно слайдер защитил вот они прошедшие слайдер защищает не от удара подушки ладони а защищает распределяет энергию таким образом чтобы не допустить перелом запястья поэтому при выборе обращать внимание на такие мелочи они казалось бы незаметны и не нужны но супер важные потому что вот вот вам доказательства я вот после площадки вот на этой горке на мотоцикле опа и не знаю что делать и и заглох и назад поехал и заглох в общем была катастрофа я думаю что я сниму несколько роликов такого плана если зайдет эта история с моими наблюдениями за собой в первую очередь то есть с чем я столкнулся с какими вызовами с какими страхами в этот раз вот я показал про экипировку про перчатки про то что мотошкола не равно управления в следующий раз можем поговорить про по перевозку багажа важная история для меня казалось важным если уезжаете на день если уезжаете на неделю это принципиально важно вот ну и в целом рубрика полезности будет у нас а вообще напишите в комментариях что было бы еще интересно вот со стороны посмотреть потому что я например у меня не было мотосомелье который бы мне на какие то вопросы бы ответил я то есть все стрыкался сам собственным путем как слепой котенок на чужом языке пытался разобраться в общем если что готов ответить на вопросы всем пока пока